здравствуйте коллеги и пчеловоды привет подписчикам сегодняшнее видео будет как работает моя двухматочная система или можно сказать моя недоделанная двухматочная система ну в жизни как оно все у меня получается смотрите друзья верхняя часть вот видите сейчас у вас два магазина стоят два корпуса это корпуса на 16 рамок верхний и нижний нижний корпус примерно напополам разделен на две части и с одной стороны и с другой сидит две семьи ну не знаю я не знаю как здесь обстоят дела может одна семья отравилась а потому что честно говоря это отдаленный точок у меня проблемы с машиной были и я сюда часто не мог наведывать но во всяком случае во всяком случае сейчас мы наблюдаем такую ситуацию что верхний корпус начинают заливать медом вот такие рамки есть такие более-менее такие печатные видите и хорошие есть такие не не очень печатные там залиты но еще не печатают тоже хорошо но уже вижу где-то есть кто хотят печатать суть заключается в чем что через анима тускую решетку пчелы поднимаются вверх и здесь они объединяются и работают как одна семья минусы такой системы в том что вообще медовый корпус самому поднять очень сложно сейчас я это сделаю сейчас мы посмотрим что у вас нет здесь еще он полностью не печатный поэтому я еще так смогу себе налегке поднять ну как налегке наверно не получится ну не на гуляну килограмм так килограмм так 30 уже есть там ящик наверно немного важит 30 наверно килограмм 20 точно потому что это легкие ящики это фанера и дсп ой фанера и пенопласт сейчас посмотрим что у нас творится снизу вот эта семья у нас это тогда-то раньше лихорадила их ой у нас погода поменяется сейчас на них посмотрим ужалено сейчас меня переправили скажут что ужалено не вот есть матка нет матки как среднего так ранее рамка есть пчелы есть пчел пошли дальше это рамочка ну просила до свема красиво одна такая рамочка красивого засела забираем ну оставляем точную идем дальше смотрим что он что у нас здесь дальше здесь у нас засел что такие пчелки сидят как будто молитом при пригрызну дальше хорошо когда вы делаете например отводки можно такую систему применить здесь тоже засела повод засела это имеется виду здесь уже личинки где-то пятидневные три дня это и 5 3 дня яйцо и личинка еще где-то так он там двухдневная трехдневная 4 4 дневная это личинка на этом не будет это получается что 7 дней как за 7 где-то тогда может уже более-менее хорошо начали брать рапс и матка хочу обратить ваше внимание что где-то здесь пчела пошла с клещом если вы только увидели пчелу с клещом знайте что семья очень сильно закрещен клещ есть его после откачки меда сразу же нужно семью будет обработать потому что если вы увидели пчелу с клещом это уже значит что-то не так конечно в лучшем случае что или в худшем можно сказать что ничего страшного но опять засел хороший засел за клеща что хотел сказать лучшем случае нужно обработать сразу возможности конечно это это одна семья никто у меня здесь походу не отроился я уже здесь панику развожу хорошая семья хороший засел давайте мы сейчас здесь им рамочку поставим одну на тяж пока не будем ничего им хотя можно было бы можно было бы поднять поднять им это несколько рамок расплода вверх можно было бы поднять но выходя из того что у нас сейчас холодно не будем не будем рисковать потому что им все таки можно что-то застудить стоят снизу там так стояли стали машинку ставлю вот для этого расплода опять же друзья рискую потому что я же повторюсь а у нас что-то сейчас клубом так и прикрыли идем до той семьи смотрим у нас фактически есть еще место сверху сейчас мы посмотрим может мы отсюда рамочку заберем и поставим что-то наверх а на низ поставим овощинку оттянуть семьи такие относительно агрессивные ну если вот взять по нормальному это уже я считаю агрессивные конечно некоторые люди люди считают когда уже в лицо они бьются то агрессия по всем сезоне когда мы работаем получается например весной когда мы расширяем вот например набираем рамки из расплодом вот матка ходит матка прошло у меня хорошая здесь матка а это друзья это матка то если кто вспомнит из поспит подписчиков это то что перезимовала на той пол рамки пчелы там маленький такой отводок был я ее еще там что-то трасс засев хороший вы видите хорошо маточка работает прекрасно матки вообще хорошего качества у меня получается слава богу что похвалю сам себя сейчас немного агрессивные что у нас здесь первого расплодный я там вижу какая-то такая хорошая рамочка и мы наверное сейчас поставим наверх да зачем виде прекрасная прекрасная рамка хороший хороший засел пчелы достаточного помижу еще одна такая рамка и хотя хотя лучшего как может оставить забрать какую-то темнее рамку это получается мы что что подниму подымет будем подымать наверх это все будет вот мед тоже видите такая рамочка классная классно чулы у нас хорошо сеют слава богу сейчас погода и агрессия у них не наверное она темнее пирога и заберем ее наверх так и сейчас мы посмотрим как стоял корпус расплод расплод я буду ставить именно под той семьей над той семьей идеи непосредственно у нас стоит май ну как бы это второй корпус раз пчелы что-то нервничались не странно идет сейчас дождик дождик идет такой как бы погода сырость холодно лучше не лазить такую поводу чем но надо надо потому что выбрался сегодня блин там машину до у тебя довел еду сегодня тормоза прокачивал тормозные колодки клинят блин поджимают еще не при твердости рамка темная тоже ее нужно на отброколку забросы и наверное наверх так как она есть так что заливает не именно у нас остается что у нас здесь остается у нас здесь остаются две рамки так вот эту рамочку мы поставим туда и ставим под засевом ки натяжку раз семья более-менее сильная поэтому я думаю она все здесь обогреет и сделает хорошо машина еще остается как читал какие-то комментарии вообще про ващину если так зацепиться за ващину то хорошие ващины у нас наверное и где найдешь какой-то там стандарт хороший читал комментарии про ващину ни одна ващина не не никому не нравится есть кому нравится относительно в основном все плохие комментарии еще здесь одну рамочку мы поставим а ту рамку будем надеяться что пчелы хорошо и оттянут это все дело я думаю что все будет хорошо потому что пчелы молодой но матка хорошо засеет любит хорошо мы с одной стороны расширили семью для того чтобы матки было куда сеять и как работать с другой стороны мы сделали небольшую ревизию здесь мы подать решетку здесь мы ложим решеточку и наверх ставим второй порт что хочу сказать про такую систему может это будет пробовать и и ближе к осени ближе к осени когда уже стоит холода то пчелы переходит более сильной матки я не знаю не сильнее матка или моложе матка то получается так что с одной стороны слабше слабее семена другой стороны сильнее семья так они зимуют нужно следить за этим потому что перебирают потом покажу со временем если будет у меня время то покажу что черный фактически вот этот второй корпус заливают полностью медом и еще приносят себе на низ что-то это небольшие если взять это небольшие отводки были этот отводок был пол рамки а вот этот рамку был что-то там вообще милость хорошо друзья всем всего на лучшего пока